22-я Макеевская школа расположена в нескольких метрах от главного офиса Макеев-Угля. В момент взрыва в здании лопнули несколько стекол, рассказывают в учебном заведении. Окна повреждены на первом этаже. Здесь расположены пионерская комната и столовая. На учебный процесс это никак не повлияло, рассказывают школьники. Уроки начались вовремя. В школе все остается спокойно, ничего не изменилось, учеба продолжается, уроки проходят полностью, не сокращенные. На уроки никак не повлияло, все проходит в полном размере, все отлично. Нас не беспокоит, мы отвечаем. С учителями и школьниками проведена разъяснительная работа. В учебном заведении усилены меры безопасности. В школе был представитель правоохранительных органов. Просили просто проявлять большее внимание, может быть, большую бдительность в плане того, чтобы обращать внимание на наличие каких-нибудь посторонних предметов в коридоре, вестибюле, школы. Серьезнее пострадало здание Укртелекома. Здесь, на третьем этаже, повреждено пять окон, рассказывают на предприятии. В течение дня рабочие ликвидировали последствия случившегося. Работа в отделах, где разбиты окна, не прекращалась. В третий этаж у нас расположена телефонная станция. И технологически наши сотрудники просто не могут покинуть данное помещение, потому что при аварийной ситуации необходимо наличие дежурного персонала. Произведена выдача теплой одежды. И определенные участки окон закрыты полиэтиленовой пленкой для исключения попадания холодного воздуха внутрь помещения. В магазинах, расположенных в центре города, рассказали, что они также работали в привычном режиме. А вот количество покупателей сегодня значительно снизилось. Ростислав Сысоев, Светлана Киктива, Игорь Нинашев, Панорама.